Всем привет, дорогие друзья! Свежая порция новостей специально для всех, кто интересуется смешанными единоборствами. Приятного просмотра! Погнали! 30 октября. Бомбовый кордище. Все знакомые ребята. Каждый будет интересен от начала и до конца. Посмотрите на список. Ян Блохович Кловер Тайширо, Петр Ян Алджемейн Стерлинг, Ислам Махачев Рафаэль Достанис, Александр Волков Марчин Тибура, Хамзат Чимаев Лиджин Лианг, Холд Харрис Тай Туйваса, Маусар Явлоев, Соперник под вопросом, Зубайра Тухугов Рикардо Рамос, Шамиль Гамзатов Мичел, Тагир Уланбеков Аллан. Друзья, турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби 30 октября. Как вам карт? Как думаете, кто победит? Ривейра или Диаз? Майкл Биспинг объясняет, почему золото UFC – самый верный путь для Парье. Кажется, что Дастин изменил подход на бойцовский бизнес, следуя за деньгами, а не за титулом. Биспинг на своем подкасте Believe You Me поделился мнением о ситуации, в которой оказался Парье. Как боец, перенесший много разных травм, повлиявших на карьеру, Биспинг уверен, что возможность завоевать титул UFC выше любых других боев, даже боя с Нейтом Диазом. С кем бы вы хотели видеть Парье в следующем поединке? Напишите там, внизу, в комментах. Если UFC планирует забронировать бой между Парье и Диазом, то Дастин об этом еще не слышал, по крайней мере он так сам говорит. Даже если они с ним общаются, вы знаете, как идут эти переговоры. Нейт наверняка, как всегда, переоценивает свою стоимость. В любом случае, со мной они не разговаривали на этот счет. Он боец, за которым я наблюдал долгое время, наши стили отлично сочетаются и, думаю, это будет отличный бой, но я не собираюсь гоняться за ним. Вероятность того, что этот бой состоится, существует, но не в списке моих ближайших дел. Парье, занявший первое место в легком весе, все еще ждет от UFC имя своего следующего соперника. В то же время Дана Уайт заявляет, что следующим для бриллианта будет Чарльз Ливира. Дестина бесит и тот факт, что вину за отмену их поединка на UFC 230, это возвращаясь к Нейту Дезу, Нейт повесил именно на него. Мы должны были с ним драться, но он не говорит правду о том, почему бой сорвался. Да, я начал процедуру лечения бедра серией уколов, но на тот момент уже не было речи о поединке. Не знаю, как все сложится, но я чувствую, что мы должны это сделать. Так или иначе, друзья, бой с Ливирой – следующий логический шаг. Так, но что выберет Дана? Что выберет Дастин Парье? В итоге в интервью Парье признается, что бой за титул чемпиона UFC – это приоритет сейчас для него. Я думаю, что я явный номер один, который должен бороться за пояс. После боя они даже сказали, что это должно произойти, но посмотрим. Я слышал, как люди говорят, что бой будет в декабре, но это только в заголовках новостей ММА, поэтому я не знаю, что будет дальше. У меня такое чувство, что мы скоро все узнаем. Если вы ждете мое личное мнение, друзья, то я думаю, что он не должен драться с Диасом. Да, с Диасом может быть большая зарплата, потому что у него громкое имя, но если Дастин выиграет пояс, то он сам станет этим громким именем, и каждый последующий поединок будет для него большим пейпервью. Вместо того, чтобы гнаться за громкими именами, Дастину хорошо было бы сконцентрироваться на своем титульнике. В интервью Эджи Фай Толивейра сделал громкое заявление, что в будущем хотел бы перейти в бокс. Все, чем я хочу заниматься, я посвящаю этому 100% себя самого. Одна из вещей, которую я сейчас наблюдаю, это то, что многие участвуют в этих боксерских матчах. Может быть, и я позже приму участие в поединке по правилам бокса, ведь это приносит деньги? Это крутая вещь, все бойцы ММА делают это. Все, что мне интересно, я делаю хорошо, поскольку отдаю себя этому всего без остатка. Ясно, что прямо сейчас в боксе можно заработать много денег, так что Добронгс тоже хочет кусок этого пирога. Кто знает, возможно, в дальнейшем подвернется шанс поучаствовать в боксерском матче. Думаю, мне было бы интересно это попробовать. Я хочу испытать себя в боксе. Прямо сейчас каждый зарабатывает на этом большую кучу денег, и было бы круто это сделать. У меня нет на уме ни одного имени. Но если появится возможность, я с удовольствием это сделал бы. Что вы думаете об Оливейре в боксе? Напишите в комментах, друзья. Коста впервые появился в СМИ после поражения от Адесани почти что год назад. Сентябрьский турнир прошлого года был одним из худших похмельев Косты. Он большой знаток вина и уже успел заявить, что в следующий раз, когда они будут драться с Адесанией, он будет трезвым, как стеклышко. Павло Коста заявил, что не уйдет из среднего веса, пока не возьмет реванш. При этом он продолжает заниматься самолечением, так он называет свою вредную привычку. Говорит, выпиваю один бокал вина, когда я чувствую сильный стресс. Когда он снова сразится с Адесанией, он заранее откажется от алкоголя. Это его обещание. Я буду оставаться в среднем весе, пока не заплачу титул. В этом нет никаких сомнений. Я завоюю чемпионский пояс. Если Адесани поднимется в весе, я все равно останусь здесь, чтобы забрать титул. Я считаю этот пояс своим. Никто не сможет меня остановить, говорит Коста. Что касается Адесанией, то он не видит смысла в реванше. Сразу после боя он четко дал понять, что эта глава для него закончена, и он идет дальше. Однако Коста полон решимости попробовать снова. Ожидается, что в следующем поединке Коста сразится с Марвином Виторием. Никаких официальных заявлений от данной компании пока что не было, но предварительно это может быть один из октябрьских турниров в UFC. И здесь же Коста добавляет, что зрители увидят старого доброго Коста в поединке с Витори. Это будет дикий бой, ты понимаешь? Все увидят старого дикаря Паулу Коста. Идем вперед, такой агрессивный и трезвый. С победой над Витори Коста сможет вернуться в борьбу за титул. Что вы думаете? Если Коста откажется от вина, сможет ли он победить сначала Витори, а потом Адесанию в реванше? Исраэль Адесани в новом интервью Хельване рассказал, что все еще хочет бой с Джоном Джонсом, несмотря на расходящиеся их пути. Джонс набрал массу для дебюта в тяжах, Адесани вернулся в средний вес после неудачи с Блоховичем. Адесани показывает идеальные результаты. 10 побед, 0 поражений в среднем весе. Провел третью успешную защиту своего титула в июне, одержал доминирующую победу над Марвином Витори. Понятно, что поединок Стайлбендера и Боунса – это как хороший триллер с большим кассовым чеком, но Джонс все еще остается в подвешенном состоянии. Случится ли вообще его дебют в тяжах? Адесани уверен, что нет. Дана Уайт заявляет, что планирует бой Джонса в 2022 году против победителя Паренгану Ган, в то время как Адесани защитит свой титул в среднем весе против Роберта Уитакера в начале 2022. Адесани, я вижу это на 100%, но в том-то и дело. Песня еще не закончена, так что следите за обновлениями. Однажды мы будем драться. Я не знаю где и как это будет, но это случится. Кардио Изи в прошлом бою было на высшем уровне. Он легко дышал, дышал носом, спокойно. Казалось, что он не включил полную силу. Про Джонса все прекрасно все знаете. Так что в любом случае этот поединок очень яркое событие и бой лучших. Адесани на 100% уверен, что встретится с Джонсом в будущем. И в завершение новость про Дарена Тила. Надеется он повторить свой успех и добиться титульника в среднем весе. На его пути стоит Дерек Брансон, с которым у них запланирован бой на UFC Vegas 36 4 сентября в Вегасе. Я просто хочу победить Дерека Брансона в первом раунде, потом посмотрим. Я знаю, что у меня есть инструменты, чтобы победить Роберта Уитеки, Райс Райля Десанью, Марвину Виторию, Паулу Косту, Дерека Брансона, Юрая Холла, Шона Стрикланда и всех этих ребят. Я знаю это. У меня есть визуализация, как выиграть этот пояс. Я искренне верю в это. Я не просто болтаю. Не путайте. Я не отношусь к этому легкомысленно. Я просыпаюсь каждый день и провожу свою душу, разум и тело через ад и обратно. Победа над Брансоном, который занимает пятую строчку в рейтинге, может быть и недостаточно. Зато он выбьет себе место в числе главных претендентов. Скорее всего, встретиться с проигравшим в паре Адесане Уитекер. Но для этого надо все равно побеждать Брансона. Это все главные новости, что хотел вам рассказать, друзья. Всем удачи. Всего вам доброго.